Сезон 2020-2021 будет развиваться под влиянием ряда факторов. Среди них и эпидемиологическая обстановка в мире, и девальвация рубля, и возможное снижение спроса. Однако, больше всего аграрии, как и раньше, опасаются негативных погодных явлений. Недостаток влаги уже внес свои коррективы в объемы сбора урожая этого года. Здравствуйте, в эфире Реалайф, и я ее ведущая Наталья Доржиева. И как вы уже догадались, темой сегодняшнего эфира станет урожай 2020 года. И сегодня у нас в гостях Иван Федорович Цигоменко, начальник отдела растеневодства Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, Бердунов Александр Верольдович, глава КФХ Сарпинского района, и Иван Васильевич Циденов, начальник МКУ управления сельского хозяйства администрации Кибрульского РМО. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, уважаемые гости, пандемия, изоляция, все это, конечно, отрицательные тренды 2020 года. Скажите, как все-таки ковид сказался на сельском хозяйстве? Давайте начнем с Ивана Федоровича, наверное. Иван Федорович. Добрый день. Ну, ковид, конечно, в определенной степени сыграл, конечно, свою роль, но и с тем, что хостоваропроизводители, у них лежит обязанность по обеспечению продовольствием и безопасностью, мы, конечно, работали. Смотря на пандемию, мы пытались как-то ответствовать их тому. Я считаю, что со своей работой мы в определенной мире справились. Иван Васильевич, как и Бурул в пандемию? Ну, да, у нас, в принципе, тоже самое. Все работы не прекращались, работы велись, и все у нас в стартном режиме. Получается, пандемия прошла чуть-чуть стороной, но чуть-чуть коснулась, да? Хорошо. Александр Верольдович? Как работали, так и работаем. Ничего не изменилось. Кого-то изолировали, но если мы день простоим, то нам уже никто не поможет. Ну, а малоснежная зима, отсутствие влаги, это же привело как-то к каким-то отрицательным последствиям? Или все-таки справились от того, что, ну вот засушливая же, лето было очень засушливое. Как вот с этим? Ну, Александр Верольдович? Ну, у нас спас мать, у нас выпало от 80 до 100 миллиметров фасадков, вот и получился небольшой результат. В Сарпинском районе повезло, да? В июль. Прилетела саранча, все остальное доело, что мы не убрали. Все-таки саранча была бичом, да? Не была, а очень и очень много. В этом году? А если будет такая зима, то на следующий год будет полная катастрофа. Будет больше саранчи, да? Страшнее... Сотни раз. Александр Верольдович, страшнее саранча или все-таки засуха? Ну, мы прошли все. В общем, Сарпинскому району ничего не страшно, да? Ну, страшно, но... Но справляемся. Пока да. На данном этапе. Отлично. Иван Васильевич, Кибурул. Как Кибурул справился с засухой? Да, у нас сложная ситуация, да, действительно, за нормальной жары, неблагоприятных погодных условий и на шесть саранчовых лет. Благодаря на непростые условия, хлеборобам нашего района осталось собрать неплохое выражение земновых культур. Кошади более 46 тысяч гектаров. Намолоченная дима, при среднем выраженности 25 тысяч гектаров. Но более сложная ситуация сложилась в будущем жарноводства. Отсутствие травостойных пастбищ, жары, гиперты, жары и отсутствие территории для заготовки кормов. Естественную помощь нам в нашем районе оказали пожревные остатки. Это более 40 тысяч временных пастбищ на этих поживных остатках. Вот в целях снижения рисков, а впоследствии засухи, недопущения максимального снижения поголовья скота в районе, мы знаем, проводятся ряд, как перевод поголовья в другие, более благоприятные районы, в частности, Сарпинский район, Октябрьский, Малдель, Бетовский. И продолжаем дополнительные закупки зерновых урожая и глибов от кормки. А если сравнивать прошлый год и этот год, Саранча сильно побила? Ну да, две большие разницы. Что касается Саранчевых, истребительные работы мы провели на площади более 20 тысяч гектаров, что на 40% больше прошлогодних объемов. В работе были задействованы 50 единиц на гейной технике и 7 единиц на борту малой авиации. Из резервного фонда правительства в районе было выделено 2,8 миллиона рублей на возмещение части затрации по производителям, на проведение в Саранчу мероприятий. Ну, в принципе, у меня все. Иван Федорович, скажите, в общем, по республике, как обстоят дела с засухой, с Саранчой? Как справились? Ну, то, что касается республики, на сегодня у нас намолочено 584 тысячи тонн. С учетом поздних зерновых культур, том числе и рис, я думаю, 1600 рублей мы намолочены. То, что касается погодно-климатических условий данного года, конечно, они сложились тяжелыми, неоднозначными. Возврат заморозков в апреле, почвенная засуха, суховея, большая температура, конечно, сказались на урожайности в целом. Но, несмотря на это, я бы все-таки хотел бы сказать, что наши постиневоды, к счастью, вышли в данной ситуации. Я думаю, это результат системной работы, которую в последнее это время, как посттоваропроизводители, нашими проводятся. За последние годы, например, с 15-го года, площадь неиспользуемой башни у нас уменьшилась на 129 тысяч гитар. Я считаю, результат неплохой. Семена элиты 15-го года, если бы в 15-м году, 2,9 тысяч тонн высевает. Допустим, сейчас, последние годы, это 4,6-5 тысяч тонн. Результат тоже... Посредством защиты растений за эти годы прибавка по площадям вышла порядка 116 тысяч гитар. Я считаю, это тоже показатель. По удобрению, если мы, допустим, в 15-м году 1700 тонн действующего вещества этого насилия, то сейчас мы вносим более 5 тысяч тонн. Это все накладывается и в результате мы получаем, я считаю, даже по сложному году неплохой результат. Кроме того, я считаю, что очень правильно в своем дыму было принято решение, это увеличение азимового хлеба. Потому что основной хлеб у нас все-таки это азимово-культурный. Вот такие вот. Александр Верольдович, нам тут по секрету сказали, что в этом году вы прям передовик. Поделитесь, пожалуйста, секретами. Может, кому понадобится. Расскажите, вот как вам удалось со всем справиться и выйти на лидерские позиции? Ну, никакие не передовики, никаких новшеств нет, ничего. Работали хорошо, в принципе, соблюдали всю технологию. Ну, как я уже озвучил, нас выручили майские дожди. Ну, в принципе, соответственно, мы увеличили азимый глин. Применяем удобрения, наверное, больше всех в Царпинском районе. На сегодняшний день у нас уже закуплено около 1000 тонн минеральных удобрений под урожай 2021 года. И также мы применяли удобрения и в предыдущем году. Ну, соответственно, гуматы и все остальное. Мы пытались сохранять и соблюдать, точнее, все правила агрономии. Ну, вот результат сказал сам за себя. Хотя большого показателя нет. Это, ну, раз в 5 лет, в 7 лет нас как бы природа балует. Хорошо. Уважаемые гости, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Хотелось бы сказать спасибо вам огромное за этот нелегкий ваш труд. Пожелать, чтобы следующий год, 2021, он был легким для вас. Чтобы было много дождей, чтобы все было легко и не как в 2020, потому что пандемия, саранча, засуха. Чтобы все это обошло стороной наше сельское хозяйство. Я с вами прощаюсь, до свидания. Все хорошо, ты с нами. Подытоживая все сказанное нашими гостями, хочется сказать спасибо хлеборобам республики за их нелегкий труд, за терпение и настойчивость. Ведь, несмотря на все погодные условия, засушливое лето и малоснежную зиму, они справились и получили неплохой урожай зерновых и зернобобовых культур. И это радует. А я напоминаю, что с вами была Наталья Доржиева и передача RealLife. Если у вас есть интересные темы, присылайте их на нашу электронную почту, адрес, который вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Смотрите нас завтра в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok